Крошечное помещение Крошечное помещение без окна, бетонные стены, железная кровать без подушки и одеяла. Свисающая с потолка лампочка, которая включается в любое время суток. В такой камере оказался Юрий Носенко после своего бегства в США. Но он рассчитывал на совсем другой прием. Это был уникальный случай, когда перебежчик получил от американцев неблагодарность и гонорария, а пятилетний тюремный срок без суда и следствия. Но почему же американцы не поверили Юрию Носенко? Его спрашивали только об одном. Кто его заслал? Какая подстава? Кто мог тогда пойти на подставу сына наркома? А думали, что он всех, кого видел, всех расскажет? Конечно, он не терпел конкурентов. Вслед за мной из СССР последуют лжеперебедщики, которые будут пытаться дискредитировать то, что я вам рассказывал. То, что Юрий Носенко обладал информацией, в которой были заинтересованы американские спецслужбы, совершенно очевидно. Он поступил на службу в контрразведку МГБ в 1953 году. Работал в подразделениях, которые отслеживали деятельность американцев, посещавших или работавших в СССР. Дипломатов, бизнесменов, ученых. К 1962 году майор Носенко дослужился до заместителя начальника 7-го отдела 2-го главного управления КГБ. Этот отдел занимался в основном туристами из США. Зам. начальника отдела в головном управлении контрразведки, ВГУ, это очень высокая должность. Начальник отдела уже генерал. Он работал в этом блатном отделе. Он выезжал в загранкомандировки. Он мог бы назвать какие-то моменты, связанные с подготовкой документов, участием офицеров, планирование деятельности на будущее. Может быть, что-то из, так сказать, позиций, которая готовится на следующий тур переговоров. Один из сослуживцев Носенко говорил, что тот с подчиненными вел себя высокомерно и грубо, часто злоупотреблял спиртным. Однако все это не мешало Носенко делать карьеру. Секрет был довольно прост. Юрий Носенко был сыном министра судостроения СССР. Хлыщ, избалованный дома. Папа – министр судостроения. Особый режим жизни, особый режим учебы и всего. Сталинский нарком готовил сына к военной службе. Но в феврале 1944 года курсанта отчислили из Бакинского военно-морского училища. Он самовольно уехал в Москву. Затем было Ленинградское военно-морское училище. Там Юрий прострелил себе руку и был комиссован. Шел 44-й, а отправка на фронт не входила в его планы. В 46-м Носенко опять же не без помощи отца поступил в МГИМО. Он рос в условиях полной вседозволенности. К 15 лет он был уже алкоголем. Он уже пил по-черному. В 19 лет первый брак состоялся, потому что у его партнерши была беременна. Второй брак продлился где-то около двух лет. Иван Асидорович Носенко, министр судостроения Советского Союза, похоронен вот здесь, у Кремлевской стены. В жизни он всего добился сам. Начинал рассыльным на Николаевском судостроительном заводе. Убежденный коммунист, любимец Сталина, родина наградила его множеством медалей и орденов. Влиятельный советский чиновник и пристроил сына в органы. Уже через два года после начала работы Юрий Носенко стал искать контакт с западными спецслужбами. Дважды во время зарубежных командировок он пытался обратить на себя внимание резидентуры ЦРУ. Но американцы не спешили его вербовать. Тогда Носенко решил форсировать события. В 1962 году он в составе делегации выехал в Женеву на конференцию по разоружению. Там офицер обратился к сотруднику Госдепа из состава американской делегации с деликатной просьбой. Ему нужны были 900 франков. Это около 200 долларов по тогдашнему курсу. Носенко объяснил, что растратил казенные деньги и это грозит ему неприятностями. «Я хотел бы продать кое-какую разведывательную информацию», заявил Носенко. «Помогите мне установить контакт с ЦРУ». И вот он сам сдается в 1962 году в Женеве, куда он выезжал в составе делегации как чекист по разоружению. Вскоре Юрий встретился со старшим офицером советского отдела ЦРУ Теннетом Бегли и вербовщиком Джорджем Кайсвальтером. Носенко – это тот самый человек, которого можно назвать инициативником. То есть инициативник – это человек, не которого вербуют, а который сам по собственной инициативе предлагает свои услуги работнику чужой разведки. Позже Носенко заявлял, что придумал историю с растратой, чтобы у американцев не возникало вопросов, почему он идет на контакт. Но есть версия, что Носенко действительно спустил казенные деньги, посещая бары и публичные дома. Это было вполне в его духе. Носенко четыре раза встречался в Женеве с Бегли и Кайсвальтером, но всегда изрядно нервничал, опасаясь слежки. По дороге заходил в несколько баров и пропускал по стаканчику. Американцы и сами подпаивали своего собеседника, рассчитывая выудить как можно больше информации. Уже на первой встрече Носенко подробно рассказал сотрудникам ЦРУ о деятельности советской разведки по наблюдению за американским представительством в Женеве, о режиме безопасности в советском представительстве. Назвал сотрудников, которые, по его мнению, годились для вербовки, сообщил об агенте КГБ в руководстве швейцарской полиции. Он передал американцам сведения о вербовочных подходах КГБ к нескольким высокопоставленным лицам, среди которых был обозреватель газеты Нью-Йорк Джеральд Трибюн Джозеф Олсеп, посол Канады в СССР Джон Уоткинс и сотрудник разведуправления Адмиралтейства Великобритании Джон Вассел. Носенко рассказал и о шпионской пыли, порошке, наносимом на почтовую корреспонденцию с целью отследить перемещение. Особенно ценной была информация о том, что еще в 1952 году КГБ удалось завербовать шифровальщика американского посольства в Москве. В это здание на Новинском бульваре американское посольство переехало в 1953 году. Естественно, советские спецслужбы пытались установить самую эффективную систему прослушки. Микрофоны были установлены в бамбуковые трубки и помещены за батареи отопления. Американцы искали, но не могли найти. До того момента, пока на связь с ИРУ не вышел Юрий Насенко. Первая дипмиссия США в Москве была открыта в здании на Маховой. С самого начала советская контрразведка мечтала установить там прослушку, но безрезультатно. И тогда крошечный микрофон «Златоуст» вмонтировали в выточенный из дерева герб США. В 1945 году герб преподнесли в подарок послу США Авереллу Гарриману. Тот повесил подарок в своем кабинете. «Златоуст» пережил четырех послов и был обнаружен американцами лишь через восемь лет. О расположении еще 52 микрофонов в здании на Новинском бульваре в то время улицы Чайковского американцам рассказал Юрий Насенко. В июне 1962 года из Женевы в Вашингтон от вербовщиков Насенко ушла шифрограмма. Субъект убедительно доказывает серьезные своих намерений и передал важную информацию. Бегли и Хайс Вальтер считали этот контакт огромной удачей. Насенко вернулся в Москву, получив от американцев смехотворные 900 швейцарских франков, лекарства для больной астмой дочери и отрез на платье для жены. Вся переданная им информация поступила в штаб-квартиру ЦРУ, где попала в том числе и к шефу внешней контрразведки Джеймсу Энглтону. У Энглтона сразу возникли сомнения, что человек такого уровня мог придать свою страну всего за 200 долларов. К тому же информация от Насенко не совпадала с тем, что говорил главный консультант Энглтона, перебежчик Анатолий Голицын. Одна из вещей, которая заставила Энглтона начать подозревать, что что-то неладно, стали слова Голицына. Вслед за мной из СССР последуют лжеперебежчики, которые будут пытаться дискредитировать то, что я вам рассказал. И кто стал первым таким человеком? Юрий Насенко. Майор КГБ Анатолий Голицын бежал из СССР в конце 61-го года. Он ловко втерся в доверие к Энглтону, убедив его в том, что вся верхушка ЦРУ, ФБР, да и политический эстеблишмент США кишат агентами КГБ. Поиск внутренних врагов превратился для Энглтона в навязчивую идею. Он заразил ею английские и французские спецслужбы, которые фактически на несколько лет парализовали работу с агентами и занялись кропотливой проверкой абсолютно всех сотрудников спецслужб. Голицын, как ни парадоксально, нанес колоссальный ущерб ЦРУ. Именно поэтому многие считают его глубоко законспирированным агентом КГБ. Того, что причинил Голицын, такого больше никто не сотворит. Это практически для американцев был всемирный потоп. Голицын внушил Энглтону мысль и о том, что все, кто побежит после него, засланные казачки-слубянки. Это ставило под сомнение все, что говорил Носенко. А ведь Носенко пришел с реальной информацией. Энглтон убедил даже того, одного из сотрудников ТРУ, которые заканчивали вербовку Носенко в жене. И который в восхищении, в радости от полученной ценной информации от Носенко во время их двух встреч в Европе. Энглтон переубедил его в том, что Носенко подстава. Сотрудником ЦРУ, которого сумел переубедить Энглтон, был Теннет Бегли. Энглтон предложил Бегли ознакомиться с показаниями Голицына о том, что у СССР есть генеральный план дезинформации, для осуществления которого будут засылаться лжеперебежчики. Они станут сливать не особо важную информацию объедки со стола КГБ, чтобы отвлечь внимание американских спецслужб от крота, внедренного в ЦРУ. Бегли поверил Энглтону и изменил свое отношение к Носенко. Сам Юрий Носенко в это время готовился в Москве к новой загранкомандировке и собирал все, что могло бы заинтересовать американцев. 22 ноября 1963 года в Далласе был убит американский президент Джон Кеннеди. Убийцей был признан бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. За год до убийства Освальд вернулся в США из Советского Союза. Он был не очень хорошим стрелком и вполне возможно роковой выстрел в Далласе был сделан кем-то другим. Тем не менее, убийцей Кеннеди был назначен Освальд. А Юрий Носенко имел доступ к оперативным материалам КГБ на Освальда во время пребывания его в Советском Союзе. Ли Харви Освальд приехал в СССР в октябре 1959 года. Ему было 20 лет. Он хотел получить советское гражданство. Когда в этом было отказано, он вскрыл себе вены и попал в психиатрическую больницу. Потом поехал в Минск работать на радиозавод имени Ленина. Там женился на студентке и у них родилась дочь. Очень скоро Освальд разочаровался в жизни в СССР. Он так писал в своем дневнике. «Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги тратить негде, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно». В начале лета 1962 года Освальд вместе с женой и дочерью вернулся в США. Естественно, весь период его пребывания в СССР КГБ следило за американцем. После гибели Кеннеди ФБР подняло всю информацию об Освальде, но сам Освальд был застрелен через два дня после ареста. Его даже не успели толком допросить. Несмотря на что, что Анастас Иванович Микоян, когда он был на похоронах Кеннеди, он передал заключение наших психиатров о психической неуравновешенности, мягко говоря, Освальда, американцев это не убедило. В общем, так скажем, советский след, он исследовался достаточно подробно, хотя никаких доказательств о возможной связи Освальда с КГБ ими получено не было. Через два месяца в январе 64-го года Носенко вновь отправился в Женеву. По рассказам других членов делегации держался он обособленно, отказывался от совместных посещений ресторанов и кинотеатров, носил темные очки. 4 февраля Носенко сказал, что пойдет пообедать в город и пропал. Резидентура КГБ в Женеве забила тревогу. Руководители делегации обратились в полицию безрезультатно. Была такая версия, что он вообще стал жертвой похищения со стороны Центрального разведывания и управления. Как человек, который реально обладал определенной информацией именно по американцам, для них он мог представлять определенный интерес. Оказалось, что сразу по прибытии в Женеву Носенко связался со своими кураторами из ЦРУ и заявил, что хочет бежать в США. Носенко утверждал, что у него новая информация, которая заинтересует ЦРУ. У одного из кандидатов члена Политбюро есть любовница. Это можно использовать для шантажа и вербовки. Кроме того, он был готов назвать крота в штаб-квартире НАТО в Париже и крупных западных и израильских бизнесменов, завербованных КГБ. И вдруг он заявляет спонтанно, заявляет, что якобы пришел Телекс из Москвы о срочном его отзыве в Москву. И якобы за этим стоит опасность его ареста. Возможно, КГБ знает о его связях с ЦРУ. Бегли, которого Энглтон убедил, что Носенко лжеперебежчик, не торопился выполнять его просьбу. Однако руководство ЦРУ было крайне заинтересовано в человеке, который имел доступ к делу Освальда в СССР. И этим человеком оказался Носенко. А он, находясь здесь, работая в КГБ, имел непосредственное отношение к материалам на Освальда в тот период, когда он оказался в Советском Союзе и было на него заведено дело соответствующее, оперативное. И он с этими материалами был знаком. В США расследованием убийства Кеннеди занималась комиссия под руководством председателя Верховного Суда США Эрла Уоррена. Никто не знал, кто стоял за Ли Харви Освальдом. Но так как на тот момент главным врагом США являлся СССР, то и подозрения падали тоже на СССР. К тому же Ли Харви Освальд провел в Союзе два года. Они отчаянно искали кого-нибудь, кто мог рассказать о связях Освальда с КГБ. И кто объявился? На Сенко. Но взамен попросил организовать его победу. В сентябре 59-го года Никита Хрущев посетил США. Это был первый в истории визит советского лидера за океан. Холодная война продолжалась, но личная встреча с Дуайтом Мейзенхауром могла стать началом оттепеля. А вот отношения со сменившим его демократом Кеннеди не заладились. Тот принял решение о размещении американских ядерных ракет в Турции. Хрущев в ответ отдал распоряжение о доставке советских ядерных ракет на Кубу. Начался Карибский кризис. У Хрущева были основания недолюбливать Кеннеди. А тот факт, что Ли Харви Освальд провел более двух лет в СССР, только усиливал подозрения США о причастности к убийству американского президента советских спецслужб. В день побега 4 февраля 64-го года Носенко перевезли из Швейцарии во Франкфурт-на-Майне. Туда же спешно вылетел начальник советского отдела ЦРУ Дэвид Мёрфи. Он также, как Энглтон, считал беглеца подставой КГБ. Однако пообещал теплый прием в США и зарплату 25 тысяч долларов в год. Носенко доставили в Северную Виржинию и присвоили псевдоним Фокстрот. Все это время руководство КГБ в Москве и резидентура в Женеве не знали, куда исчез Юрий Носенко. Члены делегации, в составе которой Носенко вылетел в Женеву, хорошо запомнили, что перед побегом у него в руках была вот такая увесистая папка. Но среди вещей, оставленных им в гостинице, ее не оказалось. Позже выяснится, что в этой папке находилась толстая тетрадь, в которую Носенко полтора года записывал секретные сведения для американцев. Это его был обычай такой у Носенко, что он своих подчиненных вызывал, когда докладывать о результатах работы и все. У него была толстая тетрадь, в которую он все записывал. О бегстве Носенко стало известно только из прессы. Советская сторона стала требовать немедленной встречи с перебежчиком, чтобы убедиться, добровольно ли его решения. И когда добились признания Госдепа о том, что он находится у них, организовали встречу с нашими представителями официальными, и в процессе беседы с Носенко он подтвердил свой добровольный переход, что он к этому готовил, что он считает своим самым верным шагом, решением в своей жизни. Кстати, тогда он не предусмотрел, что насилие может быть оказано в последующем. сказал, что не было никакого воздействия на него, ни физического, ни морального, для того, чтобы принудить к этому переходу. На встрече с Носенко сотрудник советского посольства спросил, а как воспримет семья его побег в США? Носенко ответил, это самый больной вопрос, давайте больше не будем об этом говорить. Тогда же Носенко написал последнее письмо жене. Милусенька, сообщи матери, что несмотря на мою глубокую любовь к отцу, я сделал бы то же самое и при нем. Мое решение одно из самых правильных решений, которые я принимал в жизни. Отца Ивана Исидоровича на тот момент уже не было в живых. После обнародования информации о побеге Носенко, Николаевский судостроительный завод, который носил имя его отца-наркома, был переименован, равно как и улица, которая вела к проходной. Владимир Семичастный, в то время председатель КГБ, предложил Хрущеву написать письмо президенту США Линдону Джонсону с просьбой вернуть Носенко. Хрущев ответил резко, я не буду этим дерьмом заниматься, сами обделались, сами и отмывайтесь. Реакцию Хрущева можно понять. Носенко проработал в КГБ 11 лет, он знал слишком много и слишком многих. В результате его на уходы по одним данным 300, по другим 400 человек разведчиков были отозваны из-за рубежа. А это какой подрыв деятельности, эффективности разведки. Потому что их надо заменять, не всем дадут визы и так далее. Никто же не знал, что ему не доверяют. А все исходили из того, что источник информации об американском посольстве. Ответственный работник КГБ ушел к американцам. Надо срочно принимать меры по спасению то, что есть. Это надо было агентуру какую-то и в посольстве там спасать. Агентуру там, извините, чуть-чуть не каждый второй небось был, а то и может быть каждый первый. Виктор Черкашин работал с Носенко в разных отделах. Но их кабинеты располагались на одном этаже. Они знали друг друга. Когда в 64-м Носенко бежал в США, Черкашин возглавлял резидентуру КГБ в Австралии. Его отозвали из-за предательства Носенко. Думали, что он всех, кого видел, всех расскажет. Вот может, мол, он тебя где-то видел и скажет, что ты сотрудник КГБ. Австралийцы не знали, они и так знали. Давай на всякий случай, а ты там один, давай лучше мы тебя заменим. И меня заменили. Тем временем в США сотрудники ЦРУ приступили к работе с Носенко. Им предстояло решить, доверяют ли они информации перебежчика. С помощью Голицына Энглтону удалось убедить директора ЦРУ Джона Макуина в том, что Носенко двойной агент. Голицын уверял, что у КГБ есть план глобальной дезинформации. Носенко наличие такого плана отрицал. Голицын говорил, что у крота в рядах ЦРУ псевдоним Саша. Носенко называл его Андрей. Голицын сразу же подбросил Энглтону и другим людям очень многим идею, что, вот вы знаете, это типичная подстава Комитета Госбезопасности. Это подстава, это двойник, это человек, который просто сейчас вам будет рассказывать что-то, чтобы нас завалить, вывалить, чтобы остановить работу и все прочее. Раскрытие же Носенко схемы прослушки американского посольства в Москве и вовсе сыграло против перебежчика. Когда американцы нашли микрофоны в тех местах, которые указал Носенко, они обнаружили кабель, который связывал их с микрофонами в пристройке к посольству. Об этих микрофонах Носенко ничего не говорил. Энглтон был уверен, что тот намеренно скрыл эту информацию. В какой-то момент Голицын заявил, что Носенко вообще никогда не работал в КГБ. Возможно, у Голицына были личные мотивы для таких утверждений. Он себе создавал позицию востребованности. В этой позиции она и работала. Тем более, что клиент в лице Носенко был нормальный, воспринимал это все положительно, его советы. Конечно, он не терпел конкурентов. Знаете, вот говорят, что он делал это искренне, что это было какое-то чувство уже любви к новой родине. Какая новая родина, какая любовь. Нет, он боялся конкурентов. У Энглтона был и еще один аргумент против Носенко. Тот бежал в США через два месяца после убийства Кеннеди. И по стечению обстоятельств именно он имел доступ к делу Освальда. Энглтон в такие совпадения не верил. Он считал, что КГБ именно сейчас заслал лжеперебежчика, чтобы убедить США, что СССР не причастен к убийству Кеннеди. К тому же поведение Носенко в первые месяцы пребывания в США вовсе не способствовало доверию. Он путался в показаниях, в своих рассказах по пребыванию Освальда в деталях. Это отмечалось. Это опять вызывало некоторые сомнения в том, что он надежный источник. Потому что он говорил то, что было на самом деле, то, что он знал. А знал он действительно, что не увидел в Освальде какого-то объекта, заслуживающего воздействия на него, оперативного привлечения к сотрудничеству и так далее. Носенко опрашивали не только сотрудники ЦРУ. В конце февраля 1964 года к нему были допущены люди из ФБР. ФБР вело собственное расследование убийства Кеннеди. Вопрос о том, в каких отношениях Освальд находился с КГБ, в тот период времени был доминирующий. Они готовы были пойти на все, в том числе на его опьянение, наркотическое, погружение в гипноз, чтобы получить эту информацию. Информация Носенко их вполне устроила. Если Освальд не действовал по заданию КГБ, как утверждал Носенко, значит, ФБР не допустило ошибки, не поставив Освальда на оперативную разработку после его возвращения из СССР. Директор ФБР Джон Гувер пишет представление в комиссию Уоррена о том, что Носенко должен дать показания членам комиссии. Это категорически не устраивает ЦРУ. Они уверены, Носенко засланный казачок. Это сильно рассорило ФБР и ЦРУ. Причем опасность заключалась в том, что если это дезинформация, значит, Советский Союз прикрывает свое участие в заговоре с целью убийства Кеннеди. И это чревато вплоть до начала Третьей мировой войны. В результате Носенко так и не предстал перед комиссией Уоррена. Энглтон вообще заявил о необходимости изоляции Носенко. Причин было несколько. Во-первых, нужно было заставить Носенко бросить пить. Во-вторых, ЦРУ хотело быть уверена, что Носенко не связывается с КГБ. В-третьих, ЦРУ не хотело делиться своим перебежчиком с ФБР. Носенко было предложено пройти проверку на полиграфе. Ему задавали различные вопросы, а самописцы фиксировали его реакцию. После завершения процедуры в комнату зашел Теннет Бегли и заявил Носенко лжец, подстава. Носенко отвели в крошечную комнату на чердаке конспиративного дома ЦРУ и заперли. Здесь он провел больше года. Носенко вспоминал об этом периоде так. Меня принуждали вставать в 6 утра и не позволяли ложиться до 7 вечера. Я мог пользоваться душем раз в неделю. Кормили плохо, я постоянно испытывал голод. По сути, Носенко без суда и следствия оказался в тюрьме. Американская сторона, считая его подставой, не располагала вот этими всеми деталями его биографии. Я располагая всеми этими деталями, я делаю такой вывод, что он скорее мог стать председателем КГБ чем КГБ сделала бы его подставой противникам. А в это время в Москве военная коллегия Верховного Суда вынесла Носенко свой заочный вердикт. Его признали виновным в измене Родине и приговорили к расстрелу. Приговор не мог быть приведен в исполнение из-за отсутствия обвиняемого. Но он стал в какой-то степени моральной компенсации для тех, кого предал Носенко. ЦРУ уже не интересовало информацией, которую мог предоставить Носенко. Из него последовательно выбивали признание в том, что он агент КГБ. Его спрашивали только об одном. Кто его заслал и с какой целью сюда? Он перебежчик или нет? Тот говорит, нет, я ваш, я за вас. Нет. Они использовали очень суровые методы. Держали его в тюрьме на протяжении двух лет. Не выключали свет, надевали на него наушники, в которых звучала на полную громкость ужасающая музыка. В августе 65-го года его перевезли в тюрьму на территории базы ЦРУ в Кэмп-Пире. Условия содержания там были еще жестче. Бетонный мешок без окна. Носенко постоянно находился под присмотром охранников, которые не упускали случая поиздеваться. Плюс постоянные проверки на полиграфе и ежедневные допросы. Около четырех лет над ним творили эксперименты по выбиванию что ли правды. И психотропные препараты использовались, и физическое воздействие. Сам Юрий Носенко впоследствии так вспоминал свое заключение. Я должен был выжить, я должен был завоевать доверие ЦРУ, мне нечего было скрывать. Носенко задумался о побеге. Он объявил голодовку и надеялся, что если его повезут в госпиталь, то по дороге он сможет обратиться к полиции или любому постороннему и сказать «Помогите, меня похитили». В результате голодовки Носенко похудел на 20 килограммов и едва мог вставать. Охрана пригрозила, что будет кормить его через клизму. Носенко сдался и от плана побега отказался. В 66-м году директором ЦРУ стал Ричард Хелмс. Работа советского отдела была на тот момент фактически парализована из-за противостояния тех, кто верил Носенко и тех, кто верил Голицыну. К тому же Хелмс получил несколько запросов от правительства по поводу незаконного содержания Носенко. Его дело было передано Брюсу Соле, сотруднику службы безопасности ЦРУ. К расследованию был также привлечен главный психолог ЦРУ доктор Гиттингер. В результате их работы с Носенко был сделан вывод о том, что оснований не доверять ему нет. В 69-м году, спустя 5 лет после своего побега, Юрий Носенко получил свободу. Носенко вышел на свободу, расправил плечи, его отправили, если я не ошибаюсь, куда-то в Америку, на какие-то пляжи, и даже выплатили американцы немыслимую по тем временам сумму денег. Это 120-130 тысяч долларов. Ему открыли счет, ему дали гражданство, его признали, фамилию ему сменили. После освобождения Носенко развелся с женой. Ну, третий брак, где он, уже перейдя на сторону противника в письмах жене, говорил, как он скучает о дочерях, как он называл ее Милусенькой, свою жену. Это уже находясь, находясь по ту сторону баррикад. Вскоре он женился в четвертый раз на американке. Свидетелем на свадьбе стал Брюс Соли, которому Носенко был обязан выходом на свободу. Носенко приняли на работу в ЦРУ на должность консультанта по КГБ. И хотя информация, которой он владел к началу 70-х безнадежно устарела, его знания были востребованы и оценены в 35 тысяч долларов в год. Носенко купил себе небольшую квартиру в штате Мэриленд. Должность консультанта позволяла держать Носенко в поле зрения ЦРУ и время от времени подбрасывать ему какую-то информацию, а затем следить, не всплывет ли она в Москве. Но в Москве так ничего и не всплыло. Юрий Носенко никогда не встречался с Энглтоном. В 1975 году перемещик нашел его номер в телефонном справочнике. К тому времени Энглтон ушел в отставку с поста главы контрразведки ЦРУ. Носенко позвонил ему с телефона автомата, представился и спросил, почему вы мне не поверили, на что Энглтон ответил, что и тогда, и теперь он уверен, что Носенко это подстава КГБ и все переданные им сообщения это дезинформация. На этом разговор был окончен. Уже после отставки Энглтона была проведена полная ревизия всего, что Носенко сообщил ЦРУ. Результаты были ошеломляющие. Носенко дал американцам шесть наводок о проникновении советской разведки в спецслужбы США и их союзников. А ведь ни одна из них тогда не была подвергнута проверке. Записи находились в самых дальних углах сейфов Энглтона. По выражению нового главы советского отдела ЦРУ Ральфа Кингсли, эти наводки были отлиты из чистого золота. По одной из них был задержан шифровальщик Алоэ Скар, который работал на КГБ с 60-го года. Всего Носенко выдал 238 американцев и около 200 граждан других западных стран, которыми интересовалась КГБ. Он также предоставил ЦРУ информацию о двух тысячах кадровых сотрудников КГБ. И если согласно одной из версий его предшественник, перебежчик Анатолий Голицын действительно был подставой КГБ, может быть, именно этой информации он и противодействовал. Именно поэтому он так не хотел, чтобы американцы поверили Носенко, зная, что тот настоящий предатель. Кто мог тогда пойти на подставу сына наркома большевистской закалки отца, да, и кто мог вообще представить себе, что он в роли предателя, как сотрудник ЧК, будет переходить к противнику и отдавать ему информацию. Носенко стал консультантом ЦРУ. Но люди, которые в нем сомневались, такие как Энглтон, его подчиненные Дэвид Мёрфи и Теннин Бэгли, весь советский отдел ЦРУ так и не верили в то, что он был настоящим, никогда не верили, в год до его смерти. В августе 2008 года газета «Вашингтонпост» сообщила о том, что бывший сотрудник ЦРУ, перебежчик Юрий Носенко, скончался после продолжительной болезни. За год до смерти его посетили высокопоставленные представители ЦРУ и вручили ему церемониальный флаг и письмо от главы ведомства Майкла Хайдена, в котором выражалась благодарность за его верную службу США. Такого ли признания ждал Носенко мы никогда не узнаем. В историю нашей страны он вошел как предатель. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok